Приветствую! В студии Наталья Седлецкая. И это программа журналистских расследований «Схемы». Проект «Радио Свобода» на телеканале ЮАП «Эрший». В Украине есть стратегический долгострой. Тест для каждой власти на качество госуправления и искренность стремления к независимости от Российской Федерации. Это строительство централизированного хранилища для отработанного ядерного топлива из атомных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения. Три десятилетия независимая Украина вывозила это топливо на хранение в Россию, за что ежегодно платила в бюджет РФ сотни миллионов долларов. Чеф Порайт, справится ли с этим тестом команда президента Зеленского? Новые менеджеры, назначенные зеленой властью, сорвали все публично объявленные сроки запуска работы хранилища. А журналисту «Схем» Георгию Шабаеву удалось заглянуть за кулисы скрытого от общественности «Совещание в энергоатоме», на котором делили финансовый пирог размером в сотни миллионов гривен. И понять, почему сметы хранилища для хранения ядерного топлива растут как на дрожжах, но сам стратегический объект до сих пор не работает. 28 декабря 2020 года. В центре столицы проходит совещание в офисе компании «Атомпроект Инжиниринг» обособленного подразделения на «Экэнергоатом». Государственная компания, которая является оператором всех украинских атомных электростанций. Они дают более 50% генерации электроэнергии в стране. Из тональности разговора понятно, что речь идет не о разделе новогодних подарков. Давайте с этим разбираться предметно. Можно попросить вас все-таки нового-то объектива. Понимаешь, вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, спи*** и так далее. Надо находить другие источники финансирования, причем их как-то на полу заходить. Как, мы еще не очень понимаем. В распоряжении схем есть аудиозапись этого разговора. Анализ его содержания, проверка контекста и реальных событий позволяют нам с высокой вероятностью говорить о его подлинности. То, что мы сейчас с вами рассчитываем, то есть это вот здесь, и как я их закрывать буду потом, я еще не знаю. Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и поэтому там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили деньги вам нецелевые. Это первое проверки. Вы слышите голос, похожий на голос генерального директора Атомпроект Инжиниринг Николая Башко. Его организация, среди прочих, выполняет очень специфическую функцию. Строит особый объект на территории Чернобыльской зоны отчуждения. На записи также слышно несколько человек, имеющих непосредственное отношение к этому строительству. Это заместитель Башко по производству Ирина Митичкина. Николай Годван, заместитель директора БК «Укрбудмонтаж», которая долгое время являлась главным подрядчиком строительства. Михаил Бородавко, директор субподрядчика строительства «ЧАО» «Укрэнергомонтаж». И Валерий Петренко, директор другого субподрядчика корпорации «Укратомприбор». Эти люди обсуждают финансовые вопросы. Речь идет о сотнях миллионов государственных денег, которые уже пошли на строительство объекта. Декабрь 2020 года. Это объект, который обсуждали на совещании. Он называется «Централизированное хранилище отработанного ядерного топлива». Топливо будут свозить сюда по железной дороге с трех украинских АЭС – Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской. У 4-й Запорожской есть собственное хранилище. Здесь, в Чернобыле, отработанное топливо перегрузят в контейнеры для хранения и зальют бетоном. Так оно может пролежать еще сто лет, пока наука не придумает, что с ним делать дальше. Раньше топливо везли на хранение в Россию. Украина официально заявила, что с этого года делать это прекратила. Теперь, пока хранилище не достроят, ядерные сборки хранятся в бассейнах выдержки при украинских АЭС. Мы около 200 миллионов долларов платили ежегодно России за то, что они берут наше отработанное топливо на переработку и хранение. На самом деле, объект должны были сдать в эксплуатацию раньше. Проект строительства Кабмин утвердил еще в июне 2017-го, но срок его завершения постоянно смещался. Источник финансирования – кредитные средства в 250 миллионов долларов под государственные гарантии от американского Банка of America Merrill Lynch и собственные средства государственного предприятия на Экэнергоатом. Еще один шаг освобождения от российского ядерного шантажа – это строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Почти четыре года при президентстве Петра Порошенко и до декабря 2020-го на объекте работала компания «Укрстроймонтаж» из орбиты бывшего народного депутата от БПП Максима Макетася. В настоящее время он находится под следствием НАБУ по другому делу, но детективы расследуют и расходы на этом объекте. И через два года после старта строительства его стоимость выросла на 50% или более чем на 460 миллионов гривен. Почти до 1,4 миллиарда гривен. Но средств для завершения строительства все равно не хватило. После победы на выборах Владимира Зеленского сменилось и руководство государственной энергогенерирующей компании «Энергоатом». В 2020-м ее возглавил Петр Котин, ранее руководивший Запорожской АЭС. По традиции новые люди озвучили и новый дедлайн сдачи объекта. Работы на хранилище должны быть завершены до конца сентября 2020-го года. Выполнить эту задачу поручили Николаю Башко, новому руководителю подразделения «Энергоатома» «Атомпроект Инжиниринг», выступающему заказчиком работ. Судя по аудиозаписи, оказавшись в своем кресле, новоназначенный чиновник быстро разобрался в ситуации с ходом строительства. В конце декабря прошлого года Николай Башко собрал у себя в кабинете ближайших сотрудников и подрядчиков, которые, несмотря на обильное финансирование, так и не завершили чернобыльский проект. 330 тысяч евро. 400. Заводская цена. Ну, что-то вы там что-то придумали. Ну, хайбой, ну, хайбой. 400, да. Окей, хайбой 400. Ну, уговорили 400. На аудиозаписи недавно назначенный заместитель директора по строительству генподрядчика «Укрбудмонтаж» Николай Годван жалуется заказчику на несколько серьезных проблем. Часть денег не дошла до субподрядчиков. Образовались долги перед поставщиками оборудования и непосредственными исполнителями работ. Кроме того, по его словам, не выдерживает критики качества работ, выполненных «Укрэнергомонтажом», присутствующего на совещании Михаила Бородавка. Вы видели видео по железной дороге? Когда лопата, когда пала, висит на реке. Вы видели? Видели. То есть туда вагон пойдет, но я не пойду туда. Ну, ходите к катастрофу, принимайте туда вагон. Глава Атомпроект Инжиниринга предлагает выход из ситуации, когда части денег не досчитались, некоторые работы выполнены некачественно, а объект нужно срочно завершить. Его структура уже провела новую закупку и выбрала нового подрядчика. Теперь главная задача – как без шума золотать старые дыры и правильно распределить дополнительные средства, обеспеченные государством. Глава Атомпроект Инжиниринга Садимся в результате. Что у нас там, что у нас тут, что заплачено, что не заплачено, все равно 6. И мы поймем, где у нас переход. За что вы должны там еще где-то найти деньги, а где-то где-то должны добавить, или там через все там новых закупки. Новую закупку, которую упоминает голос, похожий на голос Николая Башко, его Атомпроект Инжиниринг провел тайно и без тендера. Публично эту информацию руководство не разглашает. Дата подписания контракта – 9 декабря 2020-го, накануне совещания. Цена вопроса – еще 422 миллиона гривен. Как выбрали нового подрядчика на стратегический объект? 4 декабря 2020 года госпредприятие самостоятельно направило трем избранным по собственному усмотрению частным компаниям предложение завершить строительство хранилища отработанного ядерного топлива. И уже менее чем через неделю заключило договор с одной из них – фирмой БК КБР. Почему же договор с детальной сметой утвержденных расходов даже не опубликован на Прозоро? Как того требует закон? У гендиректора Атомпроект Инжиниринга Николая Башко есть объяснение – государственная тайна. При доработке проекта будут использоваться сведения и документация, составляющая государственную тайну с грифом ограничения доступа «секретно». Впрочем, как видно из самого неопубликованного нигде договора, который есть в нашем распоряжении, у него нет ни одного грифа секретности. На это обратили внимание и государственные аудиторы и сделали вывод – этот госзаказ проведен с нарушением закона Украины о публичных закупках. Должна быть обнародована информация о цене, согласованной между заказчиком и поставщиком, а также другие характеристики – это качество товаров, срок выполнения работ и так далее. В данном случае этого сделано не было. Что происходило после того, как Атомпроект Инжиниринг выбрал победителем компанию КБР через непрозрачную процедуру? Похоже, руководство «Энергоатома» очень спешило выделить новому генподрядчику средства. 7 декабря, еще до заключения контракта на 420 миллионов, нынешний министр энергетики Герман Галущенко, который тогда работал в должности вице-президента «НЭК Энергоатом», утвердил запрос на авансовый платеж в 210 миллионов гривен именно для этой компании, хотя контракт с ней будет подписан только 9 декабря. Это может свидетельствовать о том, что уже есть договоренность о выборе конкретного поставщика. Мы спросили у министра Галущенко об этом и вообще о привлечении нового подрядчика без проведения тендера. Рассказать о непрозрачном привлечении нового подрядчика мог бы руководитель «Энергоатома» Петр Котин, но он сбежал от съемочной группы схем. Петр Борисович, у нас вопрос относительно компании КБР. Почему ее выбрали методом маркетингового исследования, а не через публичные закупки? Трудно сказать, ребята, не владеем этой информацией. Какая норма закона позволила использовать маркетинговое исследование? Петр Борисович, ну куда вы убегаете? Что же это за фирма, которой отдали право достроить хранилище отработанного ядерного топлива? Важного стратегического объекта для Украины. В своих объяснениях аудитором Николай Башко отмечал. ООО БК КБР – это предприятие, имеющее опыт выполнения таких работ, квалифицированный персонал, а также специальное разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной. В публичном доступе мы не нашли информации о том, что компания имела опыт работы на объектах ядерной инфраструктуры. В то же время мы нашли ее другие государственные подряды. В частности, выполнение работ для госпецсвязи, службы внешней разведки, киевского офиса ГБР. Сейчас она занимается постройкой вольеров для животных в Киевском зоологическом парке. А еще ремонтировала мансарду одного из зданий Верховного суда. Но никакого упоминания о работах на ядерных объектах. Созданная в 2016 году столичной компанией КБР, получающей сотни миллионов за достройку якобы практически готового хранилища, руководит и единолично владеет киевлянин Дмитрий Нестерук. Ее офис расположен вот в этом здании, по улице Воздвиженской, на Подоле в Киеве. В письменном ответе на наши вопросы он объяснил, что хотя централизованное хранилище нестандартный объект, строительные работы там ведутся типичные. Его персонал имеет такой опыт, как и допуск к разным степеням секретности. Выходит, еще в декабре 2020-го Энергоатом объявил, что объект готов почти на 100%, и уже в мае 2021-го начнет принимать доработанное ядерное топливо. Но в том же декабре государственная компания подписывает непубличный контракт на 422 миллиона гривен на продление работ. Что покупают за сколько? Смета расходов тоже непубличные, поэтому общественностью журналисты их не видят и не могут проконтролировать. В мае хранилище так и не запускают. Только в августе символически открывают, но не вводят в эксплуатацию. Хотя на торжественное событие прибывает министр энергетики Герман Галущенко перерезать красную ленту. Это великий день, и это символический день. Чиновники снова заявляют о почти полной готовности хранилища. Мы находимся в финальной стадии завершения строительной готовности этого объекта. Сейчас мы близки к 100% готовности этого объекта. Но пока сдачу объектов, который раз откладывали, Энергоатом продолжал перечислять государственные деньги частной компании КБР. Ограничились ли законтрактованными 420 миллионами? Эти данные нигде не публикуются, потому что все, что связано с этим господрядом, засекречено. Но мы получили доступ к финансовым операциям компании КБР с помощью источников в налоговых органах. И обнаружили, что только за год до конца 2021-го фирма уже освоила более чем вдвое большую сумму, получив от Энергоатома на строительство хранилища уже 1 миллиард 145 миллионов гривен. На что уходят эти деньги? Об этом мы спросили у руководителя Энергоатома Петра Котина. В декабре 2020 года вы говорили, что объект готов на 100%. Обращайтесь, пожалуйста, в пиар-службу. В то же время нам стало известно, что компании КБР уже перечислили средства. После этого чиновник заблокировал журналиста схем в мессенджере. А наш запрос в Энергоатом до эфира так и остался без ответа. Таким образом, государственные управленцы из Энергоатома, назначенные уже при новой власти, для завершения стратегического объекта привлекли нового подрядчика. По засекреченной процедуре частной фирме уже отошло вдвое больше государственных и заимствованных у США под госгарантией кредитных средств, чем было публично объявлено. Куда и на что тратятся эти средства, проверить невозможно. Мол, это государственная тайна. Но запись разговора из столичного кабинета начальника АТОМ-проект инжиниринга позволяет составить представление об этом. В частности, здесь советовались как лучше скрыть в документах факт исчезновения части средств, закрыть их через старую закупку и старого подрядчика Укрпудмонтаж или УБМ, или провести через новую непубличную уже с новым подрядчиком компанией КБР. У меня есть дыр, который проще залазить. То есть, коронечница, это, кстати, тоже можно говорить, потому что дыр – дырный родственник. Поэтому, слушайте внимательно, перестаньте паниковать. В разговоре звучит конкретный пример. Речь идет об одном из ключевых элементов хранилища – системы контроля радиации. Еще при президентстве Петра Порошенко бывший генеральный подрядчик строительства компания Укрпудмонтаж семьи экс-депутата Макатася уже закупала ее через субподрядчика Укрэнергомонтаж, заключив с ним договор на более чем 100 миллионов гривен. А тот, в свою очередь, должен был ими рассчитаться с несколькими поставщиками стратегически важной системы контроля радиации. Но, судя по разговору, часть денег где-то потерялась. Это явилось одной из причин для встречи всех заинтересованных сторон в кабинете чиновника. Судя по записи, глава госструктуры Энергоатома не церемонится. Он хорошо осознает, куда делась часть выделенных средств. Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, как спи*** и так далее. Надо находить другие источники финансирования, причем их как-то на бог заходит. Как, мы еще не очень понимаем. По состоянию на 28 декабря, когда проходит разговор, чиновник, судя по его словам, уже направил средства на погашение старых образовавшихся долгов, потому что ранее выделенные деньги, по его же собственным словам, разворовали. На записи говорится о 22 миллионах. Вам за систему радиационного контроля добавлено от квартиры 20. С кем? Правильно, я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и поэтому там пошли на реальные нарушения. То есть мы заплатили деньги вам нецелевые. Это первые проверки. Эта схема, очевидно, не должна была стать публичной, но мы смогли подтвердить упомянутые факты недокументально, благодаря источникам налоговой. Действительно, накануне этого разговора, в период с 17 по 21 декабря 2020, старый субподрядчик строительства «Укрэнергомонтаж» получил дополнительные 22 миллиона на системы радиационного контроля. От кого? Уже от нового генподрядчика, той же фирмы КБР. И в разговоре Башко сам признает, что это нецелевые расходы, поскольку «Энергоатом» уже закупал систему радиационного контроля через бывшего подрядчика строительства «Укрэнергомонтаж». А теперь деньги на это пошли через нового исполнителя, хотя декабрьский контракт с ним не предусматривал покупки этой системы. Теперь участники схемы, похоже, обсуждают, как документально оформить эту закупку так, чтобы все выглядело законно. Вы просто как теперь это знаете? Ну как теперь? Сшить до кучи. Он легко сшивается, если найти эти бабки. А их нет просто, реально их нет. Заказчик строительства хранилища признает, что проблема серьезная и обещает помощь. Голос, похожий на Николая Башко, всех успокаивает. Поэтому давайте думать, смотрите документы, смотрите эти варианты, на нас отправляют. Мы сейчас все разберем. Не переживайте. Никто по закону обижен не будет. Только надо спокойно. Спокойно и глубно. Судя по той записи, которую вы предоставили для прослушивания, можем говорить о нецелевом использовании средств. То есть в договоре оборудования нет, а за него идет оплата. Это и за пределами договора, и за пределами системы Прозора. Перечисленные средства, которые были выделены вообще не на этот проект, и из тех документов, есть несколько договоров. Даже можем предположить, что эти средства выделены одному подрядчику, а заплачены совсем другому подрядчику. Это вещи, подтверждающие финансовые махинации. Здесь очень большой спектр уголовной ответственности. Это в первую очередь у нас по закупкам. В аспекте об уголовной ответственности это служебная халатность, злоупотребление служебным положением. Прокомментировать закрытие финансовых дыр, удвоение затраты деятельность нового подрядчика на хранилище отработанного ядерного топлива, компании КБР, мы попросили генерального директора «Атомпроект Инжиниринг» Николая Башко. Мы сейчас готовим материал об расходовании средств на хранилище отработанного ядерного топлива, в котором фигурируете и вы. Обращайтесь в пресс-службу. Смотрите, это очень... Да, я вам все сказал, спасибо. Смотрите, очень важно, потому что у нас есть в распоряжении запись разговора ваша. Мы также позвонили по телефону другим участникам встречи в декабре 2020 года. Я с вами общаться не буду, тем более вы меня застали тогда, когда у меня идет совещание. Я думаю, для вас это будет... Думаю, это важно. На наш запрос от структуры «Энергоатома» до эфира ответа не поступило. Другие участники встречи были тоже не слишком настроены на общение с журналистами. Там обсуждают вопросы по поводу денежных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, когда «Укрэнергомонтаж» получил деньги за систему радиационного контроля? Когда это было? Давайте по вот этому случаю, Георгий Владимирович. Идет расследование, и все даты, все документы я предоставил следователям. У нас вопрос к вам по поводу встречи, которая проходила в декабре 2020 года, где решались финансовые вопросы о поставке этого оборудования. Все вопросы закрыты, решены, оборудование все поставлено, все оплачено, завершается процесс скановатки, никаких проблем нет. В октябре 2021-го съемочная группа «Схем» в очередной раз отправилась в хранилище, чтобы посмотреть, как изменилась ситуация со времени нашего предыдущего визита. С тех пор, как компания КБР, новый подрядчик на строительстве, непрозрачно получила от государственного предприятия, как мы выяснили, уже почти миллиард гривен. Частично улучшения заметны, в частности, закончили и ввели в эксплуатацию железнодорожный путь, по которому должны доставлять отработанное ядерное топливо с украинских АЭС. Привели в порядок площадку, где будут храниться контейнеры с отработанным материалом. Заместитель генерального директора «Атомпроект инжиниринга» Владимир Халоша резюмирует. Объект готов. Продолжаются пусконаладочные работы. Монтаж всех систем завершен? Завершен, да. А оно визуально, как это выглядит? Можно как-то посмотреть? А как визуально? Ну, оно вот так и выглядит. Нет, я понимаю, а внутри? Просто мы походили здесь повсюду, а внутрь как-то и не вошли. Это ядерный объект, здесь нельзя в помещении просто так ходить по желанию. Хотя внутрь нас так и не пустили, схемам удалось получить фотографии объекта. Это снимки издания приема отработанного топлива, куда должны быть проведены все ключевые закупленные системы. Вот что там было в ноябре 2021 года. Общую картину составить тяжело, но привлекают внимание, например, этот прибор еще советского производства. Незавершенный ремонт. Неподключенные кабельные сети. Отсутствуют удобства и многое другое. И это на объекте, который уже суммарно стоил 2,5 миллиарда государственных гривен. И на котором, как говорили еще в декабре 2020-го, осталось только буквально... Выполнить некое благоустройство, это высек, грубо говоря, травы. Когда на строительство централизованного хранилища пришли новые менеджеры, они получили задачу в сжатые сроки завершить важный для Украины ядерный объект. Что они сделали за полтора года? Провели в обход тендерных процедур новую закупку. Удивительно быстро и в условиях секретности подписали контракт с новым подрядчиком на почти полмиллиарда гривен. Со временем эта сумма выросла более чем вдвое. Я понимаю, как мы будем это делать. Давайте это сам. Давайте внимательно. Чтобы мы все рассчитаем. А то, что там дырка образуется, мне страшно. Мы ту дырку сможем подлотать с другой стороны. Если она тут закрывает проблема. Понимаете, да? То есть, если там дырка не выйдет закрой на оборудование, там у нас когда-то будет работа, то работа, она действительно в том, в той закупке. Возможно, что мы там полученная схемами аудиозапись в кабинете директора государственного подразделения заказчика может указывать на причины удвоения сметы строительства уже вроде бы практически готового хранилища. Участники совещания за закрытыми дверями распределяют государственные средства. Через новую непубличную закупку заделывают старые дыры, чтобы как можно быстрее сдать объект, как снова обещает их руководство. Мне кажется, что заказчик таким простым способом решил избежать, скажем так, открытости и, по сути, может безнаказанно тратить средства. И, соответственно, никто не будет знать, на что эти средства уходят и каким образом тратятся вообще. Горжусь тем, что мы достойно отстаиваем энергетическую безопасность государства. Теперь, по словам руководителя энергоатома Петра Кутина, дату первого вывоза отработанного ядерного топлива на централизированное хранилище сдвинули вновь на март 2022 года. Редакция «С кем» попросила прокомментировать ход строительства Международное агентство по атомной энергии и главного кредитора объекта Банк оф Америка Мэрл Линч. Несмотря на отказ чиновников энергоатома комментировать изложенные в сюжете факты, редакция направила им письменные запросы и готова обнародовать их позицию вместе с позицией других упомянутых в сюжете лиц, как только она поступит. На сегодня это все. С вами была программа «Схемы» и я, Наталья Сидлецкая. Смотрите наши новые расследования уже на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok